Входим и всех выигрываем в два счета. Все стремятся к этому. Но я думаю, это мечта каждой спортсменки у нас. Ничего легко не бывает. Для того, чтобы выиграть медаль, нужно много работать. Нужно быть очень сильным человеком. На Олимпиаде мы уже не думали даже, мы не могли представить, что вдруг нет. Какое-то чудо нам помогало, что у нас все получалось, все ловилось. Как одно целое собрались, и это все получилось, слава богу. Важен конечный результат. А конечный результат – золотые медали, пьедестал и гимн России. Точные, стремительные, синхронные изгибы изящных тел. Они как нимфы, кружася в танце, то взлетая и паря над тысячами восторженных взглядов, то погружаясь в томную негу, завораживают и чаруют, заставляя уноситься мыслями прочь от реального мира и отдаваться во власть фантазий, магических и чарующих. Прежде всего, должна быть в самом человеке какая-то магия и какое-то волшебство. Потому что в каждом человеке существуют свои какие-то особенности, и они это показывают на площадке или в том или ином виде спорт. Женственность, пластика, грация – красивый вид спорта. Даже экстремальный, я считаю, даже что-то такое интересное, потому что много чем можно любоваться, чем можно восхищаться. Древнегреческий философ Платон писал, боги подарили людям два вида искусств – музыку и гимнастику. Этот вид спорта зародился еще в Древней Греции, где был обязательным для физического воспитания. С конца XVIII века гимнастика активно распространялась в Европе и России, а первые специализированные соревнования начали проводиться столетия спустя. 1980 год стал поворотным в развитии этого спорта. В Москве завершились Олимпийские игры, и на Конгрессе Международного Олимпийского комитета было принято решение о включении художественной гимнастики в программу главных стартов планеты. Так началась его Олимпийская история. Первое золото важнейших мировых соревнований в 1984 году в Лос-Анджелесе завоевала канадская спортсменка Лори Фанк. Спустя четыре года Олимпийской чемпионкой в Сеуле становится Марина Лобач. Затем в Барселоне Александра Тимошенко, в Атланте Екатерина Серебрянская, в Сиднее Юлия Барсукова, в Афинах Алина Кабаева, в Пекине и Лондоне Евгения Канаева. Соревноваться не только в индивидуальных, но еще и в групповых упражнениях стали только с 1996 года, начиная с Олимпийских игр в Атланте. Если сравнивать художественную гимнастику со спортивной, то это более безопасный вид, хотя и компенсируется высокими требованиями не только к физической подготовке, но и к хореографии. Внешнему виду девушек требуют ежедневных продолжительных тренировок. Боже, за этим очень большой труд, каждодневные тренировки с утра до вечера. Ничего легко не бывает. Для того, чтобы выиграть медаль, нужно много работать. Само собой для гимнастики очень важна растяжка, гибкость, потом, конечно, целеустремленность, воля к победе. И любить то, чем ты занимаешься, любить гимнастику. Это самый красивый вид спорта, если брать другие виды спорта. Он женственный, красивый, всегда под музыку, какие-то движения. Особенно сейчас по новым правилам стараются вести как можно больше танцев, чтобы девочки выражали, именно что выражает музыка. Конечно, все, что происходит за пределами выступлений. Когда ты выступаешь, все так красиво уже отработано, а все, что касается уже того проделанного труда до этого, конечно, очень много надо. Чтобы достичь того, чего достигаем мы, надо много проделать. Чтобы достичь действительно существенных результатов в этом непростом виде спорта, порой тренироваться приходится по 14 часов в день. Так развивается выносливость, пластика и сила воли. Нужно постоять за себя, я не знаю, нужно перебороть себя. Нельзя быть ленивой. Конечно, это мало у кого есть, но все равно нужно любить, трудиться, нужно через себя переступать. Я в трудной ситуации обязательно. И я считаю то, что нужно быть просто веселой, чтобы каждый день было хорошее настроение, и можно всего добиться. Художественная гимнастика – это некий микс балета, акробатики, цирка даже, риска такого. И в то же самое время все эти вещи с предметами нужно делать максимально выразительно. Особенно сейчас по новой программе требуются танцевальные связки, и отдельно судится эмоциональность и выразительность. Поэтому я считаю, что это очень хорошо в новой программе, что это прописано. Потому что раньше нужно было делать только элементы, и вот та выразительность, которую отличались наши российские гимнастки, она, в общем-то, не оценивалась практически. Теоретически – да, практически – нет. А сейчас это уже оценивается практически. Поэтому все здорово. Российская национальная сборная по художественной гимнастике впереди планеты всей. Задает темп, ритм и ориентир всему миру. На отечественных спортсменок равняются, им подражают, их стремятся превзойти. Не возникает никаких сомнений в том, что еще одной такой страны нет, чьи шансы на золото в этом виде спорта были бы столь же высоки, как у Российской Федерации. Об этом говорят высокие достижения девушек на этапах Кубка планеты, различных гран-при, чемпионатах Европы, мира и, конечно же, Олимпийских играх. С главных стартов планеты, начиная с 2000-го года, россиянки увозят домой высшие награды в индивидуальном и командном первенствах. Два золота из двух возможных. Любой другой результат сейчас расценивается как провал. Выступаешь за Россию, защищаешь честь своей страны, конечно же, на тебя все смотрят, смотрит вся страна. Все ждут и надеются, когда очередная медаль будет наша. Поэтому это огромная-огромная ответственность. Ответственность вообще безумная. Но на Олимпиаде мы уже не думали даже, мы не могли даже мысли себе представить, что вдруг нет. Ну, конечно, каждый допускал, я думаю, такие мысли, что может быть какая-то неудача. Но все отгоняли и верили настолько, что все будет хорошо. И когда выходили, просто настолько были сплоченными. И какое-то чудо нам помогало, что у нас все получалось, все ловилось. Лишь регламент международных соревнований не позволяет нашим гимнасткам занимать весь пьедестал почета. Дело в том, что в финале могут выступать лишь две представительницы одной страны. На предварительном этапе в квалификации россиянки ведут борьбу преимущественно между собой за право попадания в решающую стадию. В художественной гимнастике нереальная конкуренция вот именно в России. То есть, когда уже международные соревнования, то мы понимаем, что Россия лучшая и не такая конкуренция даже, можно сказать, как внутри России, то есть на чемпионатах России, потому что каждая гимнастка уникальна с какими-то своими данными и способностями. Очень сложно. Конкуренция всегда есть и будет. Главное, чтобы она была здоровой конкуренцией. Но ощущается всегда, потому что все хотят, все очень стремятся, все трудятся, все пашут. Поэтому здесь сложно сказать, что мы выходим и всех выиграем в два счета. Нет такого. Все смотрят, все учатся друг от друга. Я считаю, что конкуренция существует только на ковре. То, что происходит за ковром, это уже показатель человеческих качеств каждого спортсмена. Насколько он независлив, насколько он любит людей, потому что прежде всего надо остаться человеком, спорт-спортом, карьера-карьера и бизнес-бизнесом. А жизнь такая, что существуют люди, которых надо любить и уважать. Можно быть уверенными. Так называемая скамейка запасных в художественной гимнастике для тренерского состава не является поводом для беспокойства. У нас действительно очень большая скамейка запасных и тех детей, которые могут заменить, взаимозаменяемых детей. И мы сегодня выставили только малую, совсем малую часть претенденток на сборную команду. И мы посмотрим на них очень внимательно, кто будет из них выступать на чемпионате мира. Каждый спортсмен стремится стать лидером. Но и у каждого есть спортсмен минус, что если он подумает, что он лидер, он быстро опускается. Поэтому нельзя никогда не думать об этом, просто выступать, делать свое дело, слушать тренера и наслаждаться этим. Конечно, чем выше поднимаешься, тем ниже голову опускай, как говорится. Больше добьешься. Ну, не потому что там, если... Просто надо быть, наверное, где-то скромнее, где-то смелее. Так существует грань. Сборная России по художественной гимнастике впереди планеты всей. Задает темп, ритм и ориентир всему миру. Не возникает никаких сомнений в том, что еще одной такой страны нет, чьи шансы на золото в этом виде спорта были бы столь же высоки. На россиянок равняются, им подражают, их стремятся превзойти. Начиная с 2000 года, все золото Олимпийских игр увозит к себе домой национальная сборная России по художественной гимнастике под руководством знаменитой Ирины Винер. Художественной гимнастикой можно начинать заниматься уже с 4 лет. В этом возрасте у детей очень легко закладываются и развиваются способности любого рода, в том числе координация движений, их выразительность, пластика, грация, чувство ритма, артистичность, смелость и решительность. Уже с юных лет девочки учатся красиво преподнести себя. Улыбка, разворот плеч, наклон головы, каждый жест, все выверено, красиво, эффектно. А самые упрямые и целеустремленные получают возможность выполнять упражнения с лентами, обручами, баловами и мячами не только в тренировочном зале, но и на международных коврах. Если ребенок любит музыку, если ребенок любит двигаться, если ребенок выразительный, эмоциональный, то, конечно, эта девочка достигнет многого. Через заставлять взрослых ничего не получится. Сам ребенок должен это любить. И сам ребенок должен уметь преодолевать себя, потому что олимпийский девиз очень простой – преодолей себя. Всего два слова – преодолей себя. Поэтому для меня все это понятно, и для детей, которые сейчас работают с нами вместе в сборной команды, тоже понятно. Самая большая доля – это личного тренера, главного тренера, хореографа-постановщика. И всех очень… Это общее дело. И нельзя сказать, кто-то вложил там 50%, а тот – человек 30%. Все на полную катушку вкладывают в этого человека, ну, в определенного спортсмена, так же, как и в групповом упражнении. Все на максимум выкладывали, все от души болели, все от души тренировали. И поэтому, слава Богу, что получается, что у нас прекрасная российская школа, и поколение из поколений у нас все лучше и лучше спортсменки. Ее называют Великой Винер, диктатором, железной леди художественной гимнастики, императрицей. Ее любят, ненавидят и критикуют, ей завидуют и ей восхищаются. Но всегда ее имя произносят с особым почтением. Когда мы уже воспитываем своих учениц, проживаем ту жизнь, которая происходит на ковре, когда выступает твоя гимнастка, это тоже очень ответственно и очень сложно. Не представляю, вот что ощущает Орен Сан, и каждый раз выводят уже какие олимпийские игры. Сейчас и групповые упражнения, и личниц на Олимпиаду, и выигрывая столько олимпийских медалей, это, не знаю, это большой труд, и большая любовь, это жизнь ее, это большая любовь к гимнастике. Нужно быть очень сильным человеком. Олимпийские игры – это очередной повод восхититься силой духа этой женщины, ее талантом, характером, волей. Год от года она усложняет номера российской сборной, отбирая и шлифуя лидеров, делая из никому неизвестных девочек новых олимпийских чемпионок. Что касается групповых упражнений, мы снова подняли планку очень высоко. Планка поднята совершенно на невероятную высоту, в том смысле, что темп и ритм, и работа с предметами выстроена так, что малейшая потеря ведет к полному провалу. Но это хорошо. Я считаю, что это отлично, потому что для того, чтобы выигрывать, надо уметь проигрывать. Тренер – это как мама. Она всегда рядом, постоянно, помогает во все, что нам надо, мы можем спросить у нее. Если у нас есть какие-то проблемы в плане тренировок, то она всегда поможет, всегда подскажет. Где-то даже, я считаю, что правильно, когда на нас там, могут прикрепить, чтобы собраться силами, чтобы мозги на место встали, чтобы соображать, чтобы все правильно получилось. А потом уже должны показать мы, то, что мы отработали с этим тренером, не попустила, сделать это все на площадке. Все правильно, так и так. Главные критерии успеха – дисциплина и характер. О ее строгости и непреклонности ходят легенды. Но она следует своему главному правилу. Не нужно много говорить, важно учить, и желательно на личном примере. Она нас держит крепко. И, в принципе, без этого, мне кажется, мы бы не победили. Ну, то есть она умеет сказать правильные слова в нужный момент и поддержать, когда надо. А когда не надо, там надавить на тебя сильнее, чтобы ты задумался о своем поведении, что ты не так делаешь. Потому что, когда у нас закончились Олимпийские игры, конечно, она была настолько счастлива и рада, и настолько мягкий человек, и добрый к нам. Ну, то есть совершенно разная, когда надо, она одна. Когда можно дать послабление, она дает. Я считаю, что она очень справедливая. Вот как есть, кто заслуживает того, так и будет. Если ты сделал хорошо, она вас всегда похвалит. Даже если нас нельзя, она говорит, вас нельзя хвалить, вы сразу развалитесь. Она все равно нас похвалит, скажет, что вы молодцы. Если вы развалились, то, естественно, мы развалились. Я надеюсь, что мы будем в этом году только радовать ее, чтобы она говорила, что мы конфетки. Ирина Винер с первого взгляда может определить будущую олимпийскую чемпионку. Она – бессменный тренер женской сборной России по художественной гимнастике. Жесткий, бескомпромиссный, не знающий сомнений и всегда идущий вперед. Только с таким подходом можно добиться желаемого результата – олимпийских медалей, которые являются наивысшей целью любого талантливого и амбициозного руководителя. Я им объясняю очень доступно, что если хочешь быть красивой, будь ею. Если Бог дал возможность иметь такие условия, тренироваться в России у лучших специалистов, то нужно это реализовать и реализовать с удовольствием. Иногда это доходит, иногда, конечно, не доходит. Но когда доходит, то получается, конечно, эффект очень сильный. А когда не доходит, человек уходит. Конечно, когда нужно построже, она требует. А вне зала, когда этого не нужно, когда где-то находимся на отдыхе, где-то на море, она абсолютно… Человек очень добрый, очень любит нас всех и много для нас всего делает. Я стала олимпийской чемпионкой благодаря ей. И много сейчас чего происходит. Она всегда нам помогает, нас не забывает. Поэтому мы безграничны ей благодарны и очень ее сильно любим. Она ни минуты не сомневается ни в одной из своих учениц. Своими карьерами известнейшие гимнастки обязаны именно ей. Яна Батыршина, Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Ирина Чащина, Евгения Канаева. Мир никогда бы не узнал этих имен, если бы не труды и старания Ирины Винер. Великий тренер вкладывает в каждую из своих учениц все свои силы и всю душу. Мы с ней проводим все свое время, то есть и в зале, и помимо зала даже бывает. И она как мама становится для нас, потому что мы можем и помимо тренировок о чем-то поговорить с ней. То есть она вкладывает все в нас, всю душу, всю любовь. Вот так. То есть мы ее видим даже чаще, чем своих родителей. Безусловно, благодаря ей именно я стала состав. Мне очень повезло. Это 9 месяцев до Олимпиады. Это очень мало, считается. Она для меня очень много сделала. Спасибо ей огромное. Если бы не она, я бы сейчас бы даже здесь бы, наверное, не сидела, а уже бы уехала к себе бы домой. Потому что я не измолкнула. А вот благодаря ей я вот это все, что я добилась, это все она для меня сделала. Не нужно стремиться объять необъятное, пытаться успеть все и сразу. Нужно изо дня в день заниматься своим делом так, чтобы быть в нем лучшим специалистом. Ирина Винер любит повторять высказывания великого наставника отечественной сборной по хоккею Анатолия Тарасова. У тренера должны быть глаза. И она наблюдает, помогает, находит будущих олимпийских чемпионок, раскрывая их талант, делая их красивыми, знаменитыми, успешными. Я стала олимпийской чемпионкой, я стала известна всему миру благодаря гимнастике, благодаря Александру Винер. Я такая, какая я вот стала. Просто без спорта, без моего тренера, конечно, ничего бы не было. И спорт воспитывает, и вообще гимнастику очень, я считаю, хороший вид спорта для того, чтобы даже если гимнастка не становится чемпионкой, ну, она может приобретать хорошую осанку, хорошую фигуру, хорошее воспитание, такую культуру. Алина Кабаева покорила весь мир своими выступлениями, став обладательницей двух олимпийских медалей бронзы в Сиднее и золото в Афинах. Еще одному открытию Ирины Винер, Евгении Канаевой, удалось большее. Россиянка превзошла результаты своей знаменитой предшественницы и впервые в истории художественной гимнастики в индивидуальной программе выиграла две олимпиады подряд в Пекине и в Лондоне. На самом деле, иногда, конечно, не верится, что все это было со мной, есть, но прежде всего эта мечта сбылась благодаря людям, которые были со мной всегда от начала до конца. Их очень много и прибавлялись они постепенно, когда я шла по карьерной лестнице. Вот, поэтому благодаря им мои мечты сбылись. Мне все говорят, ты олимпийский шпионат, я говорю, да не может быть такого, нет, не может быть, потому что столько работали, столько времени проводили в зале и столько всего перед олимпиадой было, что, конечно, сразу тяжело поверить, что это так, что так случилось. Нацеленность, но результат это еще не победа. Нужно много работать, причем с удовольствием, наслаждаясь каждым тренировочным днем. Как это делает, Ирина Винер и ее знаменитые ученицы. Российский путешественник Через полтора часа на телеканале Russian Travel Guide вы побываете в питомнике хищных птиц заповедника Галичья гора. Павловский посад тихий, уютный подмосковный городок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Ирина Винер» и «Ирина Винер» и «Ирина Винер» и «Ирина Винер» и «Ирина Винер» не возникает никаких сомнений в том, что еще одной такой страны нет, чьи шансы на золото в этом виде спорта были бы столь же высоки. На россиянок равняются, им подражают, их стремятся превзойти. Начиная с 2000 года, все золото Олимпийских игр увозит к себе домой национальная сборная России по художественной гимнастике под руководством знаменитой Ирины Винер. Подготовка будущей Олимпийской программы процесс продолжительный и очень ответственный, от которого зависит успех сборной на главных стартах планеты. Россиянки всегда отличаются неординарной программой – красивой, сложной, динамичной. Обязательным является внесение в каждой из уже известных элементов чего-то оригинального, радикально нового, чтобы каждая из гимнасток могла в полной мере проявить свою индивидуальность, мастерство, талант. Программа готовится год, и начинается она где-то в сентябре, как только спортсмен сошел с пьедестала, если он на него встал или закончил выступать, я думаю, уважающий себя тренер. Обязательно готовит новую программу на следующий год и работает уже с октября. Когда начинает готовиться новая программа, собираются все постановщики, вот именно про олимпийскую, я говорю, собрали всех постановщиков, каждый свою музыку начинает, кому-то нравится, кому-то не нравится, куча тренеров, какие-то элементы сделайте так, почему вы так делаете, надо не так, то есть каждый показывает, и мы должны гимнастки понять, что хотят, как бы, ну, от нас, потому что придумывают все в голове, а как бы, мы должны на нас это изобразить. Это вообще дурдом творится. Из всех правил существуют исключения. Порой отработанная ранее программа потом еще не раз корректируется, и в нее вносятся изменения уже непосредственно перед самими соревнованиями. Такое произошло в 2012 году накануне Олимпийских игр в Лондоне. Нам поставили упражнения и уже думали, что все это будет Олимпийское. Собрали классическую музыку, разный там, Чайковский был, Вагнер, Бетховен, то есть все собрали, но нам не нравилось под нее делать. То есть как-то, не знаю, нас угнетало. И мы делали не с особым удовольствием, вставали, и после чего выступили на соревнованиях, выступили хорошо, но все равно почувствовали, что что-то не то. И потом мы поехали в Израиль на сборы, и там был день рождения у нашего судьи, и мы много танцевали там под разные музыки, Ирина Александровна посмотрела, такая, ага, они так танцуют, и у меня никто из гимнасток еще так не зажигал никогда, говорит, первый раз вижу. Ну все, надо другую музыку. И как приехали в Новогорск, мы говорили, знаете, я решила, мы у меня им, ну, вам музыку, ну, как-то, ну, кого так, под лентой, сейчас возьмем дискотечную, в общем, приносите ваши варианты, которые вам нравятся, ну, мы там приносили, принес музыкант наш, который всегда компонует музыку, и мы уже вставали под большое количество музык, делали прогоны, количество просто подряд, подряд, пока именно то, и вот мы сами почувствовали, и мы начали петь, когда нам поставили музыку, Ирина Александровна такая, да, все, это ваше. Ну и все, и мы взяли эту музыку уже на Олимпиаду, дальше латинскую, такую зажигательную. Когда мы уходили с ковра, мы просто выступили чистые, мне уже было все равно, ну, на оценку, как бы, главное, что мы все сделали, все, что могли, я уже была счастлива, такая, нормально, машу-машу, и в этом поворачиваюсь и смотрю на Ирину Александровну, и у меня, не знаю, я не думала, что я буду плакать, и мне сразу так, хоп, и я иду, как истеричка, начинаю плакать, ну, прямо там внутри вот взорвалось, а когда еще оценку, на нашу поставили, потом девчонки, где выступили Италия, другие страны, мы помнили, что мы первые, я сидела, здесь Ульяна сидела, здесь я, мы рядом сидели, плакали, обнимались, не могли успокоиться, очень, были счастливы просто. Упорные тренировки, слезы, сомнения, переживания, все уже в прошлом, как мимолетные и без сомнений счастливые воспоминания лучших и величайших российских спортсменок, стоящих на высшей ступени пьедестала почета и слушающих гимн Российской Федерации с трепетом, восторгом и благоговением. Когда мы выиграли, у меня все мои эмоции были в слезы, потом я бесилась, радовалась, прыгала от радости, потом мы схватили эти флаги, российские у волейщиков просто бегали с флагами, потом встали гимн, и какое-то такое чувство уже божественное, я не знаю, что мы выиграли. Да и все подряд, даже не передать, все чувствуешь. Мне кажется, я до сих пор еще не осознала это. То есть, с годами, говорят, приходят. То есть, я понимаю, да, мы олимпийские чемпионы, но, не знаю, я порой даже смотрю видео нашего награждения, думаю, неужели это я стояла на пьедестале. Я всегда думала, что олимпийские игры это так ответственно, так страшно. Я не знаю, я как будто проснулась, вот обычный день, не знаю, как будто обычная контрольная тренировка, не то, чтобы соревнования международные турниры, просто как будто мы у себя в зале. Все так спокойно было, прям, я даже не ожидала. Ульяна как всегда, все спокойно, все сдержанно, как одно целое собрались, и как-то все получилось, слава богу. Анастасия Близнюк, Ксения Дудкина, Алина Макаренко, Анастасия Назаренко, Каролина Севастьянова и Ульяна Донского. Они смогли сохранить за собой первое место, захватив лидерство уже после начального упражнения. Безупречно выступив, россиянки взяли золото Олимпийских игр, не допустив ни единой ошибки ни в квалификации, ни в финале. Последний день Олимпийских игр 2012 в Лондоне стал триумфом молодости, красоты, грации и таланта. Весь мир узнал имена лучших российских гимнасток во главе с капитаном национальной сборной страны Ульяной Донсковой. Когда я взялась за это групповое упражнение с Божьей помощью, у нас не было никаких капитанов, была такая команда, которая не признавала никаких авторитетов. Поэтому капитанов не было, и Ульяна была негласным таким капитаном, потому что она была старше всех, а маленькие, молодые, которые были 17-летними, даже 16-летними, 17-летними девочками, они, в общем, не очень уважали своего капитана. В некоторых вопросах было очень трудно и ей, и мне. Но выстояли. Как сказал наш президент, важен конечный результат. А конечный результат – золотые медали, пьедестал и гимн России. Был очень сложный момент, когда я из Абина. Но все-таки все девочки и женский коллектив ругаются друг с другом. Насколько бы мы ни дружили, ни любили, во время работы все равно появляются какие-то моменты. И приходилось их сглаживать, чтобы не было каких-то недоразумений, конфликтов. Ну и вот. У меня был такой период. Последние соревнования перед Олимпиадой. Мы поехали в Минск на этап Кубка мира. Мы выступили хорошо, но больше всего ошибок сделала я. И у меня был такой срыв на этой почве, потому что на тренировках девчонки очень сильно ругались. И мне приходилось успокаивать. И у меня вот от этого всего. И как бы... И после чего я сказала, все, вы мне надоели, я не буду капитаном, как хотите. Но они сразу так как раз... Нет, Ульяна, ты будешь нашим капитаном, если не ты, то никто. И мы постараемся себя вести хорошо, только, пожалуйста, ни психуй, ни нервничай. Ну и потом нормально уже все было. В России художественная гимнастика предмет национальной гордости. О ее невероятной популярности говорят цифры. В последние годы именно гимнастки возглавляют рейтинги самых успешных и влиятельных женщин нашей страны в сфере спорта. Их выступление на ковре настоящий праздник для многочисленных болельщиков и поклонников. Российский зритель стремится испытать на себе волшебную силу этого искусства. И заполненные трибуны на спортивных аренах лучшее тому подтверждение. Болельщики не упускают возможности насладиться яркими моментами выступлений россиянок и на Олимпийских играх. Столько народу болело и для меня это было огромное удивление, потому что люди, которые, ну вообще, я не знаю, они меня не знают, увидели первый раз там, где-то написали письмо, где-то там посылку какую-то. Но это очень приятно, потому что мы выступаем для зрителей и это огромное счастье, что у нас есть возможность у меня, там, у девчонок в сборной, потому что все стремятся к этому. Ну, я думаю, это мечта каждой спортсменки у нас. Все так болели, собрали очень большую делегацию, просто вот во всем зале почти были российские флаги. И на самом деле, ну это помогало нам больше, естественно, но все равно вот за нас безумно болели. Просто вся страна. И еще последний день всегда, ну вот, волейбол, и мы, художественная гимнастика, прям как бы точку надо поставить. Жестокость и суетность повседневности остаются где-то за пределами мироощущения, когда легкой поступью, будто взлетая на ковер, выходят эти божественные создания. Хрупкие, нежные, одухотворенные. В их глазах страсть, в движениях сила и упорство. В душах любовь и нежность, а в настоящем золотые медали самых престижных стартов планеты. Когда-то я такая маленькая была, когда-то тоже там хотела взять автограф у какой-то чемпионки, еще что-то. Их, помнишь, свое первое ощущение, когда я вышла на чемпионат Европы, когда на такой большой турнир, то, что я чувствовала. И представляю, что сейчас девочка, когда вот подходит к этому уровню, когда первый раз она выступает на гран-при, допустим, и занимает какое-то место, получает какую-то медаль. Что она ощущает? Это не рассказать. Золотые медали Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира достигаются ценой поистине титанических усилий, железной дисциплины, концентрации силы воли и путем жестких самоограничений. Но все эти сверхнагрузки были бы бесполезны, не будя спортсмена, неиссякаемой потребности в реализации дарованного природой богатого внутреннего потенциала. Девушки национальной сборной России по художественной гимнастике уже долгие годы показывают не только себе, но и всему миру, что они по-настоящему талантливы. Редактор субтитров А.Семкин